Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. У меня есть кое-что интересное для тебя. Илон Маск только что разоблачил не только бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана Фрида, но также и глобальной организации по типу Всемирного Экономического Форума. Фактически он раскатал всю политическую верхушку США. И знаешь что? Если ты думал, что ситуация не может стать еще более безумной, а коррупция еще хуже, то ты ошибаешься. И теперь угадай, что произошло с Сэмом Бэнкманом после того, как он совершил второе крупнейшее мошенничество в истории США. На минуточку, второе крупнейшее мошенничество. Об этом мы и поговорим в сегодняшнем видео, поэтому не забудь поставить лайк прямо сейчас. Давай наберем, как обычно, 3000 лайков, не будем терять времени и перейдем сразу к контенту, которого сегодня будет достаточно много. Только взгляни на это. Абсолютное безумие. Вопли возмущения после того, как Нью-Йорк Таймс подтвердил, что завтра, 30 ноября, СБФ будет выступать вместе с Зеленским и Елен. К чему я клоню? Сэм Бэнкман только что украл миллиарды долларов своих клиентов и живет себе, как ни в чем не бывало. Вот будет завтра выступать на какой-то конференции. Он буквально неприкасаем из-за огромного денежного пожертвования для Демократической партии. Из-за его родителей, которые тоже имели огромные связи с Демократической партией США. И, конечно же, из-за его бывшей девушки, чей отец был боссом председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Гэнслера. Благодаря всему этому, еще в марте 2022 года, 8 членов Конгресса США пытались остановить расследование СЕК против FTX. 5 из них, кстати говоря, получили пожертвование от FTX и Сэма Бэнкмана Фрида. Если тебе в это трудно поверить, то посмотри, что SBF написал в своем твиттере. «Я буду говорить с Эндрю Соркиным на саммите Дилблок Саммит уже завтра, 30 ноября». Мы и так понимаем, что СМИ уже давно растеряли все доверие, но теперь они пробивают очередное дно. Пресса пишет статьи о Сэме Бэнкмане, как о невиновном и даже герое поколения. Что-то из разряда «Ну, вы знаете, он просто случайно украл эти деньги, случайно торговал и потерял все эти деньги и так далее». Нет, это не была случайность, это было мошенничество. Просто давай вспомним, что он сделал. Он взял деньги клиентов FTX и отдал их своей дочерней компании Alameda Research, с чьим генеральным директором он встречался и имел романтические отношения. И это мы еще не говорим о миллиардах долларов, которые были якобы утеряны где-то по дороге, или отмыты с помощью FTX демократами США. Насчет завтрашнего события пользователи Твиттера уже шутят. Сэм Бэнкман Фритц должен сесть в тюрьму. Нью-Йорк Таймс. Лучшее, что мы можем сделать, это провести платное мероприятие с ним. Вход 2400 долларов. Но теперь самое интересное. В то время, как публично в Твиттере Сэм писал, что FTX заботится о своих клиентах, в личных сообщениях он говорил совершенно другое. Что вся его этика и альтруизм были всего лишь пиаром. Всплыло огромное количество утечек текстовых сообщений от Сэма Бэнкмана для прессы о том, насколько он был аферистом и как все, о чем он говорил, было просто притворством и обманом. Давай зачитаю несколько этих сообщений. Кто-то спросил у него. Я пытался понять, а не было ли это все своего рода пиаром на ходу. На что СБФ ответил. Все эти глупые вещи, которые я говорил, на самом деле неправда. Все ходят и делают вид, что их восприятие отражает реальность, но это не так. Некоторые из величайших героев этого десятилетия никогда не будут известны. А некоторые из самых любимых людей, по сути, являются обманщиками. Но дальше еще хуже. Для человека, который видит все это как игру с победителями и проигравшими, вы удивительно хорошо говорите про этику. Ну да, я должен был так себя вести. В какой-то степени из этого складывается репутация. Затем он говорит, мне действительно жаль тех, кто купился на это и пострадал из-за этого. На самом деле нужно отдать ему должное. Он хорошо разоблачает то, чем занимаются миллиардеры в современном мире. Все, что им нужно делать, это говорить правильные вещи, но не делать их. За счет этого они будут купаться в лучах славы и к тому же зарабатывать миллиарды в этой самой игре, в которую мы с вами тоже играем. Они говорят правильные вещи и поэтому всем нравятся. Знаешь, после этой слитой личной переписки СБФ, который тоже был миллиардером, я начинаю смотреть на всех этих крупных героев-миллиардеров по-другому. Например, все эти крупные банкиры или нефтяные компании, которые выходят с вдохновляющими речами на сцену и говорят, что они хотят сделать так много для окружающей среды. Спасти климат, экологию, создать равенство между людьми, чтобы не было такой несправедливо большой пропасти между богатыми и бедными. На самом деле, все это просто слова. Это то, что все хотят от них слышать. Но они вообще ничего не делают для окружающей среды и вообще ничего не создают для того, чтобы пропасть между богатыми и бедными сократилась. Да просто им выгодно такое положение вещей. Зачем им вообще что-либо менять? Они просто говорят правильные вещи и этого достаточно. Но опять же, чем дальше, тем хуже. Поэтому давай продолжим. Илон Маск написал следующее. Если бы Сэм Бэнкман Фрид был так же хорош в управлении криптовалютными биржами, как в подкупе СМИ, FTX все еще был бы платежеспособным. И это правда. Реклама FTX была повсюду. Но они не просто покупали рекламу, они покупали целые новостные издания, чтобы те писали о том, как хорош FTX. И даже сейчас эти новостные издания продолжают защищать их. Кевин О'Лири появился в интервью, где его спросили, инвестировали бы вы снова в Сэма Бэнкмана Фрида. И он ответил да, ведь он просто ребенок, который совершил глупую ошибку. Поэтому я обязательно инвестировал бы в него снова. Это доказывает, сколько людей купил Сэм Бэнкман и сколько у него теперь влиятельных друзей. Теперь посмотри на это. Нью-Йорк Таймс написал статью про FTX ее бывшего директора. И в ней следующие слова упоминаются аж целых ноли раз. Мошенничество, обанкротившаяся компания Enron, преступления, неликвиды, украдено и спрятано. То есть, как бы это глупо не звучало, но этот преступник официально чист. Конечно же, Илон Маск ответил, зачем вы написали эту заказную статью Нью-Йорк Таймс. Я даже не удивлен, что мейнстримные СМИ оказываются полностью коррумпированными. Они по большей части просто собственность политических элит и транслируют то, что им позволено транслировать. Но коррупция FTX идет еще дальше, чем статьи в СМИ. Дело в том, что они тесно связаны не только в коррупционном скандале демократов, но также и со всемирным экономическим форумом. Посмотри на этот твит. Использовали ли FTX для отмывания денег демократической партии? Всемирный экономический форум спонсировал FTX на своем сайте. Правда, сейчас эта публикация, конечно же, отсутствует. Илон Маск ответил на этот твит следующим образом. Он написал, «Это достойный вопрос, который требует обязательного ответа». Самое интересное, что Инстаграм отметил ответ Илона Маска на этот пост как «ложь». Факт-чекеры говорят, что это ложь. Если посмотреть в подробностях, то мы увидим, что лжецом Илона Маска назвали в каком-то информационном агентстве AFP United States. Похоже, как и сказал Илон Маск, этот вопрос определенно стоит ответа. Но вот еще пару сообщений от Сэма Бэнкмана Фрида. Их война и репрессии против лидирующих компаний индустрии не имеет ни смысла, ни цели, ни философии. Управление по контролю за иностранными активами постепенно подрывает интересы США на глобальном уровне, что является самой большой угрозой для США, как для сверхдержавы. Здесь также имеется очень громкое заявление «ИСГ было извращено до неузнаваемости». Но что такое ИСГ? Это экологическое, социальное и корпоративное управление, тоже часть политической элиты. Теперь это управление фактически от лица глобальных корпораций, таких как Всемирный экономический форум, ищет и контролирует миллиардеров. Если миллиардер говорит правильные вещи, если он спонсирует правильные политические партии и так далее, то ИСГ делает его неприкасаемым. Итак, к чему же я клоню? Если вкладывать деньги в правильные политические партии, жертвовать на правильные политические программы, то вполне вероятно можно стать просто неуязвимым. Чтобы убедиться в этом, просто посмотри, что сейчас происходит с Сэмом Бэнкманом. Он сталкивается с нулевыми последствиями своих поступков, участвует в мероприятиях, подобных завтрашнему, и играет в Лигу Легенд, потому что он дал нужное количество денег нужным людям. Конечно, это абсолютно возмутительно, и это огромный удар по демократии и справедливости, поэтому Илон Маск также разоблачает и аферу, и СГ. Компания Exxon вошла в десятку лучших в мире компаний по экологическим, социальным и управленческим показателям, в то время как Тесла даже не попала в этот список. Это абсолютное безумие. То есть в этом списке нет самого крупного производителя электромобилей, но есть крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil, которая к тому же входит в первую десятку. Конечно, Илон Маск реагирует на это следующим образом. ИСГ использует в качестве оружия фальшивые борцы за социальную справедливость. Что ж, все это лишь доказывает, насколько плохи дела с коррумпированностью политической элиты в США. И FTX на самом-то деле на фоне этого дракона совсем уж маленькая история, даже несмотря на то, что это второй самый масштабный мошеннический акт в истории США. Но самое смешное, они пытаются сказать, что это одни хорошие парни, а все остальные страны коррумпированы. Но теперь после этого видео все видят, насколько они фальшивы, лживы и коррумпированы. Так что, похоже, Сэм Бэнкман решил просто забыть о людях, которые потеряли свои деньги, и начать думать о том, как он проведет свою старость на Багамах, пока будет выступать на вот этих вот форумах, за которые он, вероятно, получает миллионы. На этом все, меня зовут Богатейщий Дин, надеюсь, видео было интересным. Лично мне было интересно его делать, поэтому я думаю, что тебе было интересно его смотреть. Если это так, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok